Всем привет! Меня зовут Владимир Гривенко. Сегодня я хочу рассказать вам про свои рецепты по приготовлению бутербродов из Selenium. Начнем с самого главного. На картинке это я. Тестировал я занимаюсь более 5 лет. Из них автоматизирую активно более 2 лет. В основном работал с инструментами семейства Selenium, а также годы 2-5. В данный момент работаю в компании Parallel, занимаю должность начальника отдела тестирования. Пишу в лоб, как я сказал. В Минске с коллегами нам удалось организовать сообщество автоматизаторов. Мы периодически встречаемся, обсуждаем всякие интересности, в общем, весело проводим время. Ну, с недавнего времени также один из авторов портала Automation Testing.info. Сегодня у нас по плану. Сразу я расскажу вам маленькую предысторию. Затем расскажу про сам фреймворк и продемонстрирую его возможности вживую. Затем подведем к итогу и в конце небольшие рекомендации, как лучше с этим всем управляться. Пару слов о проекте. Logicsoft это проектовая компания, флагманский продукт наш из Projects.net. Представляет собой систему управления проектами. В своей нише система довольно известная. Клиенты в последние 50 странах мира. Известные и крупные, такие как Microsoft, Volvo, Garber, VWR. Возможно, эти названия о чем-то говорят. Стоматизация у нас не была с самого начала проекта. И если она не появилась, откуда ни возьмись. То были ряд причин. Само приложение у нас развивалось и развивалось. В какой-то момент этого стало слишком много. Тестирование не успевало. Также проверки в нашей системе довольно-таки рутинные. Ресчеты дат, перфишины. Все это различная локализация, конфигурация. В общем, радости было мало. Во время приемочного тестирования находились крэши. Радости мало. Сроки выпуска продукта мы задерживали. Начали искать решения, как нам все это победить. Следующий слайд будет неожиданно. Мы начали думать о автоматизации. Для маленьких компаний это дело такое очень ответственное, нетривиальное. И наш план был поэтапный. Начинали мы селение в МДЕ. Присматривались вообще к автоматизации. Учились автоматизировать. Заодно полюбили автоматизацию. Закрыли задачу по приемке билда и по генерации тестовых данных. Одновременно с этим в какой-то момент нам уже не хватало этого хватать. Мы хотели расширить наши возможности, чтобы тесты было писать легко. Также мы решили наши проблемы в тестах, которые мы начали подмечать. Про это расскажу позже. И присматривались к инструменту более сильному, чем в МАРСИ. Наверняка все слышали. Все знают, что это такое. Объяснять долго не стоит. Во-первых, мы наткнировались с населением МДЕ. И мы уже знали, что ждать МАРСИ из Большего. И он умел делать все, что нам было необходимо. Почему нам понадобилось разрабатывать собственный промок населением МАРСИ? В рамках написания тестов населения МАРСИ, первых наших тестов населения МАРСИ, мы делали какие-то пометки на полях. И думали, как улучшить существующую процедуру написания тестов. И решить все проблемы, о которых я уже говорил, расскажу немножко дальше. Что, собственно говоря, за проблемы? Наверняка вы сталкивались с такими длиннющими тестами, в которых непонятно что происходит, там такие целые полотна. Их очень страшно править. Все ужасно нечитабельное. Тесты невыразительные, потому что данные, логика, все перепутаются в наших тестах. Все это смотрится очень жутко. Локаторы, в особенности вы работаете с X-PASS, это вообще наводит страху, жарку на все это делом. Очень сложно сопровождать такие тесты. И в какой-то момент времени выгода от автоматизации просто теряется. Есть ряд стандартных решений по решению данных проблем. Они являются такими общепринятыми правилами хорошего оттона в автоматизации. Что за они? Это DSL, PageObject и PageElement. Поднимите руки, кто знает что-то такое, использует в тестах. Вот, у нас богатый. Давайте расскажу, что это такое. DSL, DLX Specific Language, это некоторый специально созданный язык в рамках определенной доменной области, который предназначен для решения задач данной приметной области и, в принципе, актуален только для данной приметной области. Какой пример могу привести? Такой простой, чтобы было понятно. Вы имеете тест на население MDE, часто встречаются команды open and waitforpage.loan. Click and waitforreaction.request. И зачем нам вызывать все время такую последовательность команд? Мы можем выперывать действия, вызвать всего лишь один раз метод open and waitforpage.loan. Click and waitforreaction.request. Данным тестом мы можем давать понятные имена. Методы тоже называем, чтобы это было понятно в рамках нашей задачи, в рамках нашей области. Если у нас есть форма создания пользователя какой-то роли, мы такие обзорем. Create User with такая-то роль. Шагам теста даем также логически понятные имена. SetField lastName. SetField — такой-то, ClickButton — такой-то. PageOwn. Что-то такое. Это очередной код при написании тестов. Заключается он в том, что мы создаем абстракцию страницы. У нас есть приложение, которое мы разрабатываем. Точно такую же логику мы берем, делаем в наших тестах. Это дает нам возможность ограничить логику тестов от какой-то специальной информации на страничке. У каждой странички есть ряд атрибутов стандартных. Это URL, title, какие-то элементы по-любому будут находиться на страничке, тексты и проверки. Все это мы можем для каждой конкретной странички обобщить и вынести, чтобы не было лишнего упоминания в тестах. И элементы. В нашем приложении есть ряд стандартных элементов, которые мы можем обобщить, то есть все методы конкретному элементу вынести в один класс, и чтобы, опять же, в наших тестах не было излишней информации, мы все это можем депутировать. Все данные решения применяются в нашем фреймворке, про который я сейчас расскажу. Начали проектировать. У нас следующие составляющие фреймворка. Каждый фреймворк состоит из таких нескольких репетчиков. В первую очередь, это среда разработки язык программирования. У нас это Visual Studio и C Sharp, потому что сама компания работает с технологиями, чтобы была возможность попросить помощи, интегрировать тесты в само приложение. Вот мы и остановились на этом. В качестве библиотеки тестирования мы используем MS-тест. Хотя начинали с NUnit, перешли на MS-тест по одной причине, потому что они сразу интегрированы в Visual Studio, чтобы было меньше проблем. Сразу скажу, что никаких проблем при переводе обратно на NUnit не должно возникнуть. А можно вопрос задать? MS-тест это что такое? Давай вопросы все в конце. Я попросил, почему в Сирене Бурсе я уже объяснил, почему фреймворк тоже объяснил. Следующий спайк отображает структуру того, что у нас получилось. Она реально многоуровневая. Сейчас я вкратце расскажу про каждый слой, затем более подробно остановлюсь на всем. Сразу отмечу, что на данном изображении нету самого Сирене Бурсе. Сирене Бурсе это такой умный технический драйвер, который вынесен в отдельный слой, где-то в самом низу, который учит общаться в наш фреймворк с браузером и выполняет какие-то команды. Слой Selenium Document, самый верхний, он позволяет нам имплементировать команды Selenium в наших фреймворк. И Selenium только на этом уровне фигурирует в нашем фреймворке. Зачем это сделано? Мы хотим добиться максимальной изоляции всех слоев фреймворка, чтобы они не были зависимы друг от друга. Если нам понадобится что-то поменять, это было сделано максимально просто. И Selenium повторился только на этом уровне. В других местах вы ничего не увидите Selenium и даже не будете знать, как это работает. Документ — это абстрактный класс, который уже учит общаться нашу оболочку с Selenium Document с фреймворком. Данный слой, он в принципе, отсюда и начинается сам фреймворк. Например, если мы захотим поменять технический драйвер, на какой-то прекрасный момент выйдет алюминиум, и он будет очень крутым, мы просто выкинем Selenium Document, назовем, разработаем класс для поддержки алюминиума, и в дальнейшем наши тесты не нужно будет обновлять, потому что мы до этого добились изоляции всех компонентов. Дальше, из чего состоит наш тест? Как я уже говорил, мы можем описать все странички, используем шаблоны PageObject, можем описать все элементы. Далее, что у нас появляется в тестах? Действия, то есть главная составляющая всех тестов. У нас они двух видов, это томарные действия и составные действия. И обратите внимание, следующие два уровня выделены другим цветом. Для чего это сделано? Потому что на уровне тест-кейсов мы начинаем уже работать с данными теста. Они только на этом слое у нас фигурируют. А в слое A-test мы уже группируем полученные тест-кейсы и их вызываем. В данный класс он представляет собой инициализацию Selenium'а и также для него создан отдельный конфиг. То, что нужно Selenium'у, вынесено туда. Вот так, собственно говоря, выглядит самая инициализация. Здесь ничего неожиданного для вас не будет. Тесты выполняются на специальных выделенных серверах. Перед инициализацией Selenium'а дергается еще метод kill-browser. То есть мы убиваем все процессы, чтобы они нам не мешали на серверах. И после этого уже тесты побежали. Зачем выносить инициализацию в отдельный слой? Опять же, для того, чтобы добиться следующего, чтобы в наших тестах, в наших шагах не было излишней технической документации. Нам не важно в самих тестах, как это запускается, как это работает, мы куда-то это все вынесли. Отдельно вынесли файл запуска, конфигурация и в принципе все. Селениум документ, как я уже сказал, этот слой фактически является адаптером для Selenium'а. Что мы делаем в этом слое? Мы берем все команды Selenium, которые нам нужны в данный момент. Делаем для них специальные оберточки, то есть там дописываем, что нам нужно. Также на этом уровне мы создаем свои вспомогательные методы для Selenium'а, чтобы в дальнейшем нам было проще писать тесты, они были максимально надежные и понятные для нас. Фактически мы начинаем уже на этом уровне строить свой DSA, который в дальнейшем нам привезет много кустов бенфилов. Как я уже сказал, в приложении есть ряд страничек. Вот так вот мы выделяем методы зависимости от их типа, создаем базовый класс элементов, потому что ряд методов мы можем сделать группы элементов, дальше уже детализируем все методы, также можем научить, то есть создать вспомогательные для нас элементы, такие как Table, Frame, чтобы, опять же, дальше нам было проще со всем этим работать. На следующем уровне мы уже начинаем работать с EdgeObject. Это вот пример простой странички логина. У нее, вообще-то, у каждой страницы есть title, urn, набор компонентов текста, которые мы попытаемся как-то сделать удобным, чтобы нам было удобно писать тесты. Легко. На этом уровне мы создаем базовый класс, потому что в каждой странице мы можем выделить стандартные методы. Во-первых, это открытие, во-вторых, проверить, что это реально та страница, которая нам нужна, ну и другие специфические проверки для вашего приложения. Описываем элементы страниц. Описываем следующим образом. Даем нашим элементам максимально похожие имена, то есть если у нас в приложении есть кнопка Update button, то мы создадим у себя такую же кнопку Update button с типом button. Это нам позволяет сделать элемент по террористу, то есть мы уже знаем, что у нас есть пилотипы элементов. Для чего это сделано? Чтобы в самих тестах мы могли писать следующим образом. Эта страничка, this page, такой-то элемент, Update button, и вызвать метод, который нам нужен, там, клик. Ну, чтобы максимально было просто. И упоминание страничек, то есть оно в одном месте. Дальше мы просто знаем, что на этой страничке есть ряд элементов, и в тестах как-то это все вызываем. Давайте немножко теории, из чего состоит любой тест. Любой тест состоит из каких-то данных и непосредственно шагов. Данным мы вернемся немного позже. Сейчас нам важно подумать над самими шагами. Очень важно, чтобы они были максимально удобными и гибкими, чтобы мы добились в нашем тестировании легкости и смогли наиболее плотно покрыть приложение тестами. Мы начали думать, как это сделать. Помним, что у нас в действиях идут двух типов, атомарные и остальные. Что такое атомарное действие? Это некое минимально-логическое действие. Это может быть нажать на кнопку, заполнить поле. Может быть, это что-то такое более крупное, заполнить форму. Вы решаете сами, как вы работаете. Есть два интерфейса для действия. Ясертовал и источник. В чем их разница? Давайте рассмотрим пример. У нас есть некоторая форма сохранения нового пользователя. Что мы пишем в тестах? Во-первых, мы заполняем какое-то поле. Нам нужно проверить, что в это поле реально было внесено значение. После нажатия на Save, что нам нужно сделать? Нам нужно опять убедиться, что в этом поле значение такое же, как нам было нужно. И все чики-пуки. И вот этот метод E-assertable позволяет нам это делать. То есть мы в тестах помечаем, где нам нужны двойные проверки. Второй случай – это когда мы вызываем метод открытия странички Open. Мы по-молчанию узнаем, что при открытии у нас еще для данной странички выполнится автоматом ее проверка. И в принципе нам больше ничего не нужно делать. Ну и в других шлистах, где мы там кликнули, ну и кликнули, и все. Опять немножко теории. Когда мы уже сформировали такой набор действий для нашей странички, нам нужно как-то их упорядочить. Давайте вспомним вообще составляющие любого ручного тест-кейса. В тестах есть по-любому precondition, то есть это действия, которые будут выполняться всегда в рамках какого-то теста. Открыл, лажал. И вот дальше начинается самое интересное. Начинается сам тест, то есть ряд шагов с проверками, в котором мы проверяем некий функционал. После чего у нас postcondition, то есть мы уже завершаем наш тест, мы можем закрыть форму, можем разногинеться и что-нибудь там будет. Так зачем, почему бы нам не воспользоваться точно такой же логикой при разработке наших тестов? Что у нас получилось? В нашем храмворке для этого служат основные действия, composite steps, которые фактически так и выглядят, называется немножко по-другому. То есть start step – это то, что выполнится всегда для какой-то странички. Detail step – это, соответственно, сами проверки, которые мы можем уже детализировать на более верхнем уровне. И final step – как нам закончить. Обратите внимание на последний шаг – это и ассерты. То есть то, что мы указываем в Atomic для ассерты, и assertable step, используем мы эту интерфейс, то эти проверки здесь выполнятся. Также хочу добавить, что вот такая вот структура составных действий была актуальна для именно нашего приложения. Если в ваших тестах нужно что-то убрать, что-то поменять, последовательно, то в принципе в этом проблемы нет. Это все недостаточно гибко. Еще раз, как организованы действия. Здесь набор минимальных шажочков. Мы берем ряд шажочков, группируем их в pre-condition, post-condition также группируем таким же образом, и создаем ряд действий, которые уже конкретно укажем в самих тест-кейсах. Переходя к тест-кейсам, составные действия являются непосредственно таким скелетом для тест-кейса. Мы знаем, что, то есть вызываем, говорим, что для этого тест-кейса мы хотим использовать такое-то составное действие. И мы знаем, что фактически выполнятся какие-то определенные post-condition, pre-condition. И нам даже в тест-кейсе не нужно толком знать, как там это выполнится. Мы знаем, что все там хорошо, должно работать. Наша задача нам в этом уровне вызвать конкретные шаги для теста и добавить им тестовые данные. Причем задача была на данном уровне сделать тесты максимально похожими на ручные тесты, то есть, как пишут тестировщики, данные, действия, что получается. У нас было еще одно требование. Тесты должны как минимум содержать программирование, чтобы даже люди, не знакомые с программированием, могли писать тесты. Мы этого добились. Я покажу в демонстрации, как это все выглядит. Также обратите внимание, что на данном уровне мы можем легко группировать, менять последовательность действий, менять данные. И фактически, когда у нас уже такой сформированный GDSL, мы можем очень легко увеличивать это стое покрытие за счет того, что мы варьируем действия. То есть, где-то мы можем сохранить форму, заполняя обязательные поля, где-то мы можем сохранить всю форму, но с другой последовательностью действия и так далее. И все это с разными данными. Улучшится это стое покрытие. И вот так вот выглядит сам тест-кейс. Тут что происходит? Я создаю активность, то есть использую какой-то композит, create activity. В самом начале я говорю, что выполнить логин под пользователем администратора. Далее, то есть вызов этого композита, create, я уже знаю, что там, по идее, должно быть. И мне остается только вызвать конкретные методы, которые мне нужны, конкретные шаги в этом тесте, и добавить им тестовые значения. В данном случае я заполняю attach, заполняю имя и проект, и так далее. При этом этот JETASCase activity train может выглядеть немножко по-другому. Опять же, логин и дальше уже другой набор шагов. Но это еще не все. В какой-то момент времени у нас в приложении появился такой сложный функционал. Selenium FC его не брал, потому что там было много Аякса, много джаваскриптов. Мы начали искать инструмент, который поможет Selenium справиться с этой задачей. Становились на коду 3i-тест. Такой вид тестов появился в Visual Studio 2010. Есть ряд плюсов, ряд минусов. Почему остановились именно на нем? Потому что на другом нашем проекте, Burti Project, данный инструмент успешно использовался, и мы знали все его достоинства и недостатки. Фактически что поменялось? Мы всего лишь добавили еще один технический драйвер. Там самый верхний уровень, где у нас есть Selenium, где-то в сторонке еще есть кода 3i-тест, все остальное не меняется, потому что нет ни на одном из уровней прямой привязки к инструменту тестирования. И фактически наши тесты выглядят следующим образом. То есть где-то мы можем использовать Selenium, где-то в таких проблемных шагах можем использовать кода 3i-тест. Я старался с большего, где можно использовать Selenium, и только там, где есть проблемы, использовать кода 3i-тест. Каждый уровень приборка логируется, чтобы можно было легко находить ошибки. Он форматируется в зависимости от слоя. Вначале вы можете видеть некоторые буквочки. Это что означает? Это означает слой, на котором выполняется действие. У нас в фреймворке, как вы уже слышали, есть кара-копозит, Atomic, Element, Document и Page. Сейчас небольшая демонстрация. Я покажу, как все это выглядит вживую. Вот у нас есть слой Selenium Документы, где мы все команды Selenium, которые нам нужны, объявляем, добавляем некоторые нужные нам обертки. В данном случае я добавил только трейд. Где-то нужно еще что-то добавить. В общем, на данном уровне купируйте методы, чтобы вам было это все удобно использовать. Старайтесь, чтобы методы не были куплирующими, чтобы не выполнялось одно и то же в них. И давайте рассмотрим простой тест. Вот у нас есть страничка, это админка кодпрессу, страница изменения профайла. Мы видим, что есть форма, ряд элементов, ну, в принципе, и вся кнопка, которая все позволяет это делал нам изменить. Давайте условно представим, что мы пишем тест, используя наш фреймворк, для данной странички. Что мы делаем? Мы создаем сперва страничку. Вот как вы видели ее, точно так же пытаясь ее писать. Я говорю, что в данной страничке есть какой-то уровень, есть такой-то тактал, чтобы нам было, у нас была возможность ее как-то идентифицировать. И также описываю элементы, этой странички. Обратите внимание, что все имена имеют такие логически понятные названия. Если у нас предложение есть last name, то мы таки назовем его last name. Причем еще напишем какой тип этого поля, в данном случае text field, и укажем механизм поиска этого действия. Я в основном работаю с IT, с xpass и css. И указываю одичник. в данном случае я использую метод findById и говорю как использовать. Также хочу отметить, что очень похожая реализация появилась в WebDriver, фактически тот же findBy. очень похожая. Объявили все элементы странички, далее мы можем выделить, что нам нужно делать? Нам нужно проверить. Я говорю, делаю какой-то метод validate controls, то есть он проверяет наличие этих элементов на страничке, также там есть validate text, и еще проверка, которая нам скажет, что реально сохранилось, либо нет после нажатия на Android. Также наверняка заметили проверку вынесена в Weave. Что это значит? У нас в приложении есть в конфиге Tumblr. Когда мы хотим выполнить быструю проверку тестов, мы включим опцию, что не надо проверять лишних проверок, и все выполнится быстро. Очень актуально, когда нужно очень-очень быстро что-то выложить, и эта опция спасает. После того, как мы скупировали, то есть описали нашу страничку, сделали абстракцию, нам нужно описать все возможные действия для данной странички. Вот, как вы видите, здесь есть ряд методов. Давайте посмотрим. Есть открытие странички, я говорю, что для данной странички, profile page, нам нужно выполнить ее открытие. автоматом выполнится также проверка данной странички. В данном случае это метод заполнения чекбокса, я его активирую, ну и где-то дальше его проверить, что он активирован. Ну, вот, пример заполнения поля, выристость какой-то first name, мне нужно заполнить его и говорить, что проверить. В случае, например, если нам нужно добавить какой-то степ в наш framework, что мы сделали? Мы на уровне page объявим новый элемент, дальше нам нужно создать такое же действие в автомике, вот смотрите, я говорю this page, данная страничка, ищу необходимый мне элемент данной странички, например, поле website, и скажу, что мне нужно с ним делать. Это поле текстовое, и тут доступен ряд методов для текстового поля. В принципе, все, дальше мы переходим на уровень скелета, композита. В данном случае я говорю следующее, что мне во-первых, нужно перетестом выполнить метод open, который всегда выполняется, убедиться, что это реально та страничка, которая не нужна. Дальше я говорю, что нужно выполнить какие-то команды, конкретно какие пока не знаю, но там будут какие-то команды. И в конце я жмякаю кнопочку update и проверяю, что у нас все хорошо. Вот этот detail step я уточняю в этом же классе. В данном случае я разбил их, то есть каждый atomic сделал маленькую гордочку и он сейчас в таком виде описан, то есть минимальный шаг. Я сделал описание всех полей, где нам нужно, мы делаем группировку полей, в данном случае для первого тех дополнений наполняем name. Вот такой мир получился. И в самом конце мы работаем с уровнем дискейсов. Вот так выглядит сам наш дискейс. В данном случае я говорю, что мне нужно залогиниться в этих системах к каким-то пользователям, выполнить такое-то основное действие, после чего я заполню поля и в принципе все. Вот точно так же выглядит уже по-другому, как вы обратили внимание. Руполняются методы, и тут будет последователь вести. Ну, либо можно то же самое сделать с минимум шагов. И опять же, если нам нужно что-то добавить, то вот в таком простом виде, через точечку, я вижу доступные мне шаги теста, которые я могу использовать сюда в тесте. И на самом последнем уровне UI-тестов мне нужно это все как-то сгруппировать по логическим отсекам. Если вам для создания активности нужно создать в начале проект, то вначале выполню тест create project, затем create activity. Ну, вот это тест-метод, который редактирует мне значение полей для группы на их. Вот, в принципе, и все. Возвращаюсь к презентации. какие главные плюсы у данного подхода при написании теста? Тесты можно описать легко, они понятные, легко читабельные, они выразительные, мы точно знаем, что происходит. Любой человек, который работает в данной предметной области, знает, как что поменять, не нужно лишний раз открывать само приложение и смотреть, что там у нас происходит, ничего этого нет. Тесты гибкие, мы можем легко играться с шагами туда-сюда, все изменяемое, и сам фейворк, за счет того, что каждый его элемент, компонент не имеет связи с другими сущностями, его легко расширить и поменять, в случае чего, какие-то части. Также есть минусы, главный минусы в том, представьте, нам требуется вложить какое-то время на разработку такого дейселя, набора действий, которые мы будем использовать, но я вас уверяю, что все эти затраты окупятся на стадии сопровождения. Также получается не всегда гибко на уровне составных действий это все использовать, то есть если ваше приложение такое сложное, много всяких зависимостей, то в какой-то момент вы можете столкнуться на такую проблему, что вам нужно либо какой-то сущности плодить много составных действий, либо сделать какое-то одно составное действие, минимум шагов, но много-много таких мелких потажек. И еще такой минус, либо не минус, не знаю, в общем, при старте, то есть вы начинаете покрывать подостраничковыми тестами, вам нужно хорошо подумать над архитектурой самого теста, чтобы в дальнейшем нам не пришлось чего вправить, если будет какие-то изменения в самом приложении. Каких результатов мы добились, разработали более 500 автотестов, тестовое покрытие проверяем на 55%, и самый главный плюс, что приемочное тестирование по сути не требует вмешательства людей. У нас Continuous Integration, тест выполняется автоматически, когда нужно, каждая команда настраивает сама режимы запуска. У нас три команды разработки, мы используем гибкие технологии, работаем на скраму, и фактически если там нету каких-то сложных изменений, нужно срочно что-то выпустить, какой-то Maxx показать клиенту, то взяли тесты, прогнались, мы им верим, что они работают, и не нужно тестировать. Буду ускоряться, в какой-то момент у нас появились ряд проблем, тестов стало слишком много, они занимались слишком много времени, уже нельзя после каждого коммита запустить тесты, мы прикрутили распороление тестов, в данный момент у нас тестов выполняется в три потока, занимает это не более двух часов, тесты наши сопровождаемыми являются, мы по максимуму комментируем это все, делаем под ревью, в общем, все практики, которые используются в программировании, используется и автоматизация. также стараемся минимально документировать сами тесты, не забыть, где у нас что проверяется, делаем трейс тест-кейсом ручным, также при бутербродом нам очень легко автоматизировать баги, по сути у нас все разработано DSL и мы просто указываем последовательность действий, и дополнительно мы отмечаем такие баги у нас проверяются автоматически. Старайтесь максимально по возможности больше используются тесты, то есть запускайте их как можно чаще, чтобы они приносили больше пользы, тестируются различные локализации, конфигурации, закрывайте задачи по генерации тестовых данных, где-то даже возможно их используют в нагрузочном тестировании и так далее. очень следующий пункт такой проблемный, то есть надежность тестов должна быть, там супернадежные тесты, конечно, это фантастика, это слишком дорого, но как минимум тесты не должны постоянно падать, если какой-то тест у вас падает, либо вы его отложите в сторонку, либо сразу беритесь его стабилизировать. Нам удалось достичь этим правилам, что если что-то падает, сразу уже фиксим, и тест запускается в принципе часто, для каждого врача запускается свой набор тестов, и конечно они падают, но учитывая, что как часто они запускаются, это не так страшно. В какой-то момент времени мы задумались о оптимизации, потому что тесты выполнялись долгое время, и советую вам убрать по возможности лишние проверки, лишние шаги тестов, чтобы сэкономить время на их выполнение. Например, я убрал всего лишь шаг логаут, изменил механизм кода в систему, я использую руки, и я сэкономил 15 минут времени с его запуска. и в какой-то момент времени нам захотелось узнать, со сколько же мы кода открываем, это очень интересно, особенно когда вы пишите автотесты по ручным тест-кейсам, вам нужно узнать, что вы проверяете, где нужно проверять лучше, и так далее. Код каверич. Какие планы на выдачу у нас? Самый главный план выложит это все в open source. К своему сету до сих пор я этого не сделал, но при этом обязательно этим займусь. Также актуальная проблема перехода на веб-драйвер. В принципе, нам нет необходимости все это сейчас переводить на веб-драйвер, потому что тесты успешно работают, но такая возможность есть, и, скорее всего, я буду выкладывать в open source, предусмотрю также возможность работы с двумя веб-драйверами, потому что веб-драйверы, наверное, будущее. Тут я хочу вас поблагодарить, надеюсь, вам было интересно, желаю вам успехов в автоматизации, да и вообще вам успехов желаю всем. Спасибо. Тут мои контакты, пишите мне, буду рад любой возможности получить обратную связь, и теперь ваши вопросы. Вся информация по выпуску это все open source нам будет на моем итоге будет скачь, когда я. можно будет записать это все позже, презентация будет предложена конференция, мы, видите, можем задавать вопросы. Артем Грешенко компания Яндекс. Как вы решаете проблему склеивания отчетов тестов? То есть, допустим, у вас есть формочка, в которой сломался какой-то элемент. Вы туда называете много тестов данных. У вас ассерты, они прям проверяют всю формочку. В результате вы получаете на каждый тест что-то не в порядке. У вас есть какая-то решение проблемы как склейка? Склейка? Ну, мы стараемся каждый шаг максимально чтобы он был информативным. И в тестах фактически эта слоенность, которую форматируют, я показываю, что есть у меня какое-то действие на высоком уровне, на котором есть ошибка. Дальше за счет того, что я могу посмотреть, какой верхний уровень, я вижу, что откуда это все растут ноги. в слое сирене документ там что-то неправильно сделано. Я, наверное, в другом говорю. Вы, например, пять раз разными тестовыми дамами заполнили форму. И одно поле, оно постоянно обрезает, допустим, мыло, а вы этого не ожидаете. Ну, email просто отбраться после собаки, ну, например. И после этого у вас пять раз одна и та же ошибка возникает в отчете. Вот эта вот проблема как-то решается, и вы там не пишете какие-то тесты. У нас не было необходимости вот именно в таких проверках, поэтому мы не задумывались. спасибо. У меня вообще такой практичный вопросик. Вот вы используете так называемый прейджопчик, то есть у вас есть странички отдельные, и вы говорили про идентификацию страницы, проверки ее, на этапе создания отдельной страницы. У вас используются два как бы уникальных идентификаторов это страницы и тайтл. Если этим двумя штуками нельзя страницу как-то однозначно идентифицировать, вы как-то сталкивали данные проблемы? Ну, приведу к примеру, то есть, например, есть страничка, на ней появляется какой-то фрейм, то есть фактически фрейм является наследником странички. В данном случае я устраиваюсь реализовать, делаю тракцию страничкой, говорю, что это есть страничка, у нее есть какой-то фрейм. И в дальнейшем, когда мне нужно что-то работать с фреймом, я знаю, что у него есть такая страничка, у нее есть фрейм. Нет, я не знаю, а у меня степени. Другому, например, представим, вот такой практически пример, у вас есть некое приложение, в котором есть длинный мастер, ну, не знаю, мастер регистрации, например, у него есть title, который все время один и тот же регистрация, у него есть урок, все время один и тот же слэш регистришн, а мастер, он идет один и тот же пример, я понял, ну, вот как вы идентифицируете, то есть текст в каком-то привязывании? я делаю одну абстракцию, то есть у меня является одна страничка, но при этом я делаю какие-то проверки уникальные, что на данном шаге у меня должно быть такое, на данном шаге это тоже. Ну, все, давай, ясно, спасибо. Проверки, ты используешь хард, тебе слово? А, можете перестать? Твои тесты, то есть при каждом заваривании такого-то потока ты возвращаешься, фиксишь проблемы и допускаешь то есть я исповедую такой подход на с вами тестов, что у меня есть какой-то тестовый сценарий, если на каком-то действии он сломался, то значит остальное вообще не нужно проверять. Ну, мы так в команде договорились, и это не истина, но у нас как... То есть все проблемы они хард? Да, если вы не можете создать, например, юзера, то проект TSCase тоже заперен. Откуда это пошло? Потому что наши сейлзы показывают, что работают, там были случаи, когда у них там взломается форма создания роли, и фактически вся презентация в крупном таханчике полностью заперена. Поэтому вот такой сценарий принцип мы используем. Спасибо. Алексей Баранцев со стихом. У меня такой вопрос. Насколько я понял, вы на Codec.io тоже реализовали все кнопочки, чекбоксы и все остальное прочее. Ну, фактически, да. А в чем тогда в пластине переключились на Codec.io? Изменили один драйвер на другой и все? Или есть что-то такое, что если он может, а Codec.io и не может? Да, во-первых, Codec.io очень ограниченно поддерживает Firefox. На данный момент я точно не помню, но по-моему они остановились на третьей версии. То есть это проблема, поэтому все, что связано с Codec.io, нас проверяется в основном на E, либо на FFR в какой-то старой версии. В дальнейшем я хочу, хотел бы вообще отказаться от Codec.io в пользу WebDriver. И я такие тестовые делал проверочки, то есть в переносном режиме седяние WebDriver back at Selenium, то там все работает в принципе. То есть Codec.io почему нет? Потому что слишком проблем на самом деле. Далеко у меня такой вопрос. Насколько я понял, тесты представляют целой action. 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 Ну, точнее, . action. Ну, где-то так. А используете ли вы какие-то промежуточные данные? Допустим, вы там в третьем действии получили какое-то количество, а после пятого возможно к этому количеству прибавится два. Вы используете такие конструкции? Если да, то каким образом? Ну, я так не вспомню, вроде бы они не используются. А почему бы не сделать это в одном действии? Ну, заранее бывает неизвестно количество уже имеющихся юзеров, а после теста там должен прибавиться еще один. А, ну, в таких случаях я делаю какой-то вспомогательный метод, там, либо описываю его на страничке, то есть, которые я вызову, он узнает мне какую-то информацию нужную для использования в этом шаге. То есть фактически я сделаю два шага, но в одном из них я буду использовать вспомогательный метод, который мне скажет конкретно, то есть, ту информацию, которой у меня пока нет. И подмежуточный результат хранится где-то в поле этой страницы, да? Или как? Ну, я могу взять в поле, то есть, я могу нарушить базу и работать. Спасибо. Если вопросов больше нету, то приятного вам тем аппетита. Спасибо.